Доброе утро! У нас такой мороз в Бостоне, это какой-то кошмар. Я хотела вас спросить, ребята, вы скажите, вот вы смотрите на мои видео, да? Вы смотрите на моих учеников, вы смотрите на мой подход Америка, Россия, не знаю. Вы себе представляете, чтобы я орала на ученика? Даже если он там, не знаю, невыносимый. Вот просто вот Вика Разума имеет 20-летний с плюсом опыт работы. Что вы думаете, я ору на учеников? А если я не ору на учеников, почему орете вы? Каждый день-два читаю комментарии, ну вот такой человек, что невозможно не орать. Это не человек такой, это вы так ведете уроки, вот вы так не зацепили человека, что он на вас, грубо говоря, какает. Понимаете? Это уже то же самое Игорь Борисов, который у вас сидит на уроке, и каждый 15 минут включает ваше видео или там слушает вас. Он придет ко мне и глаз не будет отрывать от экрана, понимаете? Это не Игорь Борисов, дун-дук. Это вы не можете его зацепить, вот и все. Вопрос такой. Вот у вас, у каждого есть, там, я знаю, там, любимый человек, да? Там boyfriend, girlfriend, жена, муж. Вы скажете, вы что, орете на него, да? То есть, получается, муж там прогнулся, жену прогнулся, да? Прогнулся, там, не знаю, лишний раз, там, не знаю, не пойти на конфликтную ситуацию, да? А ученик, ученик, знаешь, это как подушка, пойти, можно побить ее, знаешь, то есть, раз сказал, два сказал, все, порпа. А почему раз сказал, два сказал, порпа? А почему нельзя подойти к нему с таким же, как бы, уважением и почетом, как к своему мужу? Уж русские женщины как прогибаются, я, мне кажется, даже слишком прогибаются, то есть, реально слишком прогибаются. Ну, так возьмите кусочек этого искусства, так приноровиться, как бы, чтобы не отношения, работы, ну, положите это в студента. Понимаете? Ну, я еще раз говорю, что это не ученик, не вас не слушает, это с вами неинтересно. Ари, не ари, с вами неинтересно. Я заберу вашего ученика, и он будет на меня смотреть. Там, я не знаю, Алла Петровна заберет вашего ученика, он будет на нее смотреть. Я не знаю, там, Василий Петрович заберет вашего ученика, он будет на него смотреть. Почему вы не понимаете, что проблема не в ученике? Что это так выгодно говорить, что все вокруг тупые, одна я такая принцесса сижу в классе? Ну, я не знаю, ну, опять же, поставьте себя на место этого ребенка. Вы что, не помните, как мы раньше, как нам было скучно учиться? Вы что, не помните, что, как это ужасно, неприятно, ходить на урок, на который скучно? Ну, да реально, мы же этого до сих пор не забыли. Вот придет 40 лет, и ваш этот Игорь Борисов, который говорит, что он дебил, он, может быть, космонавтом станет, да потом будет рассказывать. Была у меня такая учительница, Нина, там, Алексеевна, как она на меня орала. Или, там, был у меня учитель, там, не знаю, Виктор Тимофеевич, как он на меня орал. Вам что приятно, что у вас было так 40 лет спустя чехвостить на каком-нибудь форуме, как у нас с вами? Понимаете? Ничего не уходит, вы считаете, что покакал, слил, покакал, слил. Это только покакал, слил, а поорал, не слил, понимаете? Все запоминается, все в копилочку. Вот одна сегодня девушка написала, орали на нее, там, вот, линейка там по рукам били. Она играть не может, она не может выйти на сцену и играть. Понимаете? Это вам кажется, поорать, да? Мы не знаем, куда это все потом капает, в какую копилочку. Понимаете? Потом мы сами родители, ну, серьезно, что, я бы не хочу Сашу вести, чтобы на него орал. У меня все внутри бы заклокотало, если бы я услышала, что на моего ребенка повышается голос. Я бы как, как я не знаю, что он такая, знаете. Я не хочу, чтобы на моего ребенка хоть кто-то повышал голос. Уже если кто-то повысит голос, это буду я. И больше никто, ни один педагог, понимаете? Разорву на месте, если кто-то повысит на моего ребенка голос. Понимаете? И мне самой не разрешено кричать. Как матери тоже не разрешено. Не разрешаю я себе кричать даже на своего ребенка. У меня такое, что довела, не довела, довела, не довела. Выдохнули. Есть такая вот эта религия, буддизм, когда... И вот сложите пальчики и мычите, знаете. Можно, я не знаю, пойти попить водички, пойти погулять. Пойди с классом, погуляйте. Погуляйте, скажи, я сейчас приду. Нам как бы нужно сейчас отдохнуть друг от друга. Там, ты там посиди, подумай о своем поведении, о жизни. Там супик шатается, пошатай супик. А я пойду сейчас там кофе себе сделать. И что, разрушить ситуацию можно как угодно. Потому что, как я уже говорила, можно... Вчера, сижу на уроке, девочка у меня очень гормоны пляшет. Просто мама говорит, как только месячные, все. Как бы невозможно с ней вести беседу. Ну вот вчера, занимаюсь, позанималась. Одна страница сыграла, а потом чувствую, не идет. Фокуса нету, одно и то же повторяю. Что я сделала? Я говорю, стоп, как у тебя школа идет? Ну-ка, расскажи про школу. И сразу же, знаете, пошло. Завтра у меня тест, я не готова. Там подружки на камин, на эти рождественские дни я с семьей. Бла-бла-бла. Смотрю, туча прошла. А ну давай опять сыграем. И пошли нормально. Понимаете? Может, уже варили в уроках. Видите, вас ребенок не слышит, что он сделает. Поменяйте тему разговора. Быстренько покажите своего хомячка. Ну, заведите себе хомячка. Заведите его Барюнчик. И как только плохое настроение ученика, доставайте Барюнчика. И говорите, тететет, ну, его роженький пау. Ну, наверняка, большая студия ваших ребят будет любить этого Барюнчика. Сколько угодно вариантов, где бы мы могли не портить себе нервы, не портить им нервы и не быть этим злюкой, знаете. А что это так-то разруливать? Есть такие стресс-болл. Знаете, такие шарики? О май гаж, они такие классные. Я покупаю один пак, а внутри шесть. Один пак покупают, а там мешочек. А там шесть этих, они там из шарики, которые давишь, и какая-то, как это, бульки какие-то выскакивают. Есть, которые давишь, и шарики маленькие выскакивают. То есть там и слайм выскакивает. Это так классно. Что еще можно придумать? Я не знаю, но... Это, наверное, я могу, наверное, отталкиваться от конкретной ситуации. Как я вчера у меня... Ровно страница прошла нормально, вторая страница застопорилась, я про школу поговорила, но буквально три минуты. Три минуты. Все, вернулись, обратно, все получается. Я говорю, мне нужны какие-то конкретные примеры. Но я не верю в слова, что человек не смотрит. Если он на вас не смотрит, то нужно сделать так, чтобы он захотел смотреть. Ваш окрик не заставляет его хотеть смотреть на вас. Ваш окрик лишь удар кнута. Он такой, знаешь, дергается. Но это же не проблема. То есть, вставляет через некоторое время на 5 такое дело. Понимаете? Вам не гнут нужен. Вам нужен совершенно другой крючок. Зацепить его желание. Желание. Вы понимаете, что против желания как бы мил не будешь. Вы же сами понимаете, что такое отношение между людьми, правильно? Вас ваша жена же не заставляет быть с ней. Вы же своего мужа не заставляете быть с ним, понимаете? У вашего ученика есть выбор развестись с вами. Поэтому, если вы рассчитывали на то, что ученик хочет вас только потому, что вы заключительный его, или вы такой авторитарный, или вы такой крутой, то нет. Любого самого крутого учительного ученика может бросить. Меня могут бросить. Если я буду себя вести как вы, да, и вдруг резко поменяя подход, значит, там, щелкать в нутом, как языком, да, пам, 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 да, туда ученики могут начать уходить. Какая разница, какого цвета у меня волосы, или какая у меня, там, история моих учеников. Главное, это сегодня. Если сегодня я подняла голос, то, наверное, что-то разрушилось. Вот. Поэтому, как бы, знаете, у вас жизнь длинная, у вас было прошлое, в котором вы наверняка были недовольны учениками. У вас есть дети, у вас есть супруги, которые тоже самое, не нуждаются каких-то там, звуков, ну так, да? Поэтому, как бы, давайте, как бы, пользуйтесь за своей собственной жизнью, понимать, что нравятся людям. Ну, людям нравится, чтобы нужно не зацепить вот ваше внимание, и все. Уж как вы цеплять будете, это уже ваше дело. Хомячками, барюнчиками, разговорами про школу, я не знаю, что, но это не так уж трудно придумать. Просто вам кажется, кажется, что это, как бы, вам это не надо. На самом деле, именно вам это и надо. Не ученикам, а вам это и надо.